Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси, сегодня хотел бы сообщить вам очень хорошую новость и потом покажу вам рубрику шикарные позиции. Итак, вот что за новость, я решил провести турнир по игре World of Tanks, конечно турнир скромный, но по моему с довольно хорошей наградой, 5000 голды для одного победителя, то есть все или ничего. Для турнира я ищу 8 скилованных игроков, любой может подать заявку, но для этого вы должны подписаться на канал, если еще не подписаны и пройти по ссылочке в описании. Там в принципе все будет написано, но так вкратце расскажу. Сейчас вы можете на экранах видеть таблицу, как будет проходить турнир, вместо цифр будут некие игроков и в общем в каждом туре будет выявлен один победитель, будет все это проводиться в тренировочной комнате. Там буду я комментировать это все и записывать, потом кстати выложу на канале. Вот например, первый игрок выигрывает, переходит в следующий тур, из второй группы выигрывает например четвертый игрок, переходит тоже в следующий тур и уже они вместе опять сражаются и кто-то из них выигрывает. Всего 2 раунда и можно только играть на среднем танке 9 уровня, без голды, совершенно без голды и без голдовых расходников, таких как огнетушитель. И также стоит отметить, что не принимаются барабанные танки, только обычные. Итак, какие же критерии при выборе участника? Ну конечно не стоит скрывать, что в первую очередь я буду смотреть статистику, минимум мне нужно 51% побед и 1100 КПД, если у вас меньше, то участвовать вы не сможете. Ну в первую очередь конечно я не только процент побед буду смотреть и КПД, но еще и другие параметры, особенно на танке. Ну стоит отметить, что если у вас статистика хорошая, то шанс попасть выше конечно же. Для участия нужен топовый танк со 100% экипажем, но скиллованным игрокам это и так понятно. Также требуются зрители, я долго думал нужно ли это, но все-таки решил и надеюсь на то, что тех зрителей, которые я возьму, они будут нормально себя вести, не будут стрелять в участников. И в общем, чтобы стать зрителем, вам нужно в описании перейти в специальную тему и там просто написать свой ник и все. И возможно вы случайно попадете в видео, но это кому нужно. От зрителей требуется всего три вещи, не стрелять в участников, не мешать им никаким образом, вести себя культурно, не ругаться. И в общем, никаким образом не мешаться мне и участникам. В общем-то, статистика не важна, танки тоже. Зритель может на чем угодно кататься и с любой статистикой. Да, и чуть не забыл, турнир будет проводиться в субботу, примерно будет начинаться в 18.00, может быть на час попозже. И вы должны в это время быть точно свободны, то есть если вы хотите участвовать, то вы должны быть уверены, что в это время вы будете играть. Если я вдруг не смогу все записать в субботу, то турнир продлится до воскресенья. А теперь рубрика «Шикарные позиции» не пропустите, там довольно интересно. Сегодня хотел бы показать вам снова интересные позиции для игр World of Tanks. И первая позиция находится на карте «Перевал». Вот наш Hellcat заезжает на нее, и уже отсюда можно спокойно обстреливать мост. Позиция находится в квадрате А6, и понятно, что чтобы сюда заехать, нужно все-таки иметь хорошую скорость на танке. Например, как у Hellcat. Ну, я думаю, может быть, Батчат тоже сможет. В принципе, еще можно вот таким вот образом тут обороняться. Все враги, которые начинают ехать по ущелью, они получают спину, но, конечно, потом уже начинают обращать внимание. Но в данном случае у Hellcat очень удобная позиция. Пушка хорошо гнется, и можно спокойно их обстреливать. Вот только ПТ-шка обратила внимание, и, в принципе, это ей не поможет. Вот такая вот интересная позиция. Даже сам о ней не знал. И спасибо человеку, который ее прислал. Итак, следующая позиция находится на карте «Ласфель». Конечно, позиция известная, но не все ее знают, новички особенно. И эта позиция действительно эффективная, поэтому я решил ее показать. Итак, стоите в квадрат J4 и начинаете обстреливать врагов, которые подъезжают в церковь. Они думают, что они в безопасности, но на самом деле отсюда им можно отлично накидывать. Также позиция хороша тем, что вас тут никто не светит, никто не увидит, потому что противникам обзора для этого не хватит, и вы можете спокойно в безопасности стоять и расстреливать противников. Конечно, может быть, недостаток этой позиции заключается в том, что если в городе противники не подстреляются, то и пострелять будет непокому. И, кстати, вот если в начале боя подъехать вот сюда вот примерно, то можно пострелять по светящимся противникам, которые едут в город. Правда, нужно, чтобы кто-нибудь посветил впереди. Еще одна эффективная позиция на этой карте, только, опять же, известная, это вот этот вот куст. Отсюда можно подсвечивать врагов, которые едут в город, и даже можно попробовать по ним пострелять. Но учитывайте то, что если у врагов хороший обзор, и они вас засветят, то вам могут очень серьезно накидать. Поэтому, если вы играете на высоких уровнях, где у всех хороший обзор, то стоит, наверное, все-таки просто светить, и ваши союзники смогут настреливать по вашему засвету. Вам за это дадут опыт, еще и плюс, вы принесете пользу команде. Понятно, что для этой позиции требуется незаметный танк, маленький, например, ПТ-шка или СТ-шка какая-нибудь, и желательно взять из оборудования все-таки рога. Следующая позиция на карте Фьорда. Я сам ей пользовался три раза, и три раза происходило одно и то же. Я вставал вот в это место, и все противники, которые тут выезжали, стреляли, они получали от меня снаряды, а я при этом даже не светился. Конечно, понятно, что это Хеллкет, у него там супер незаметность, плюс еще впереди там есть деревья, кусты, которые скрывают вас. И, в общем-то, позиция этим и хороша, что противники просто вас не видят, они там вылазят, подставляются бортом, а вы им пихаете. Вот, например, мой совзводный тоже на Хеллкете, он слева стоял от меня, и почему-то постоянно светился. Я же вот стоял вот тут вот и спокойно разбирал противников, и такое повторялось три боя подряд на этой карте. Дальше у нас идет позиция на карте Эль-Халуф, нужно сразу же поехать вперед и подъехать к вражеской стороне. Понятно, что это довольно рискованно, но в целом вы оттуда сможете много чего делать. Можете дамажить тут, подсвечивать и агрить на себя противников. Вот, например, данный игрок на 62-ке нанес тут 9000 дамага, сразу же в начале боя начал стрелять по врагам, которые едут на горку, туда по линии, в укрытие, они думают, что они в безопасности, и в итоге получают дамаг в корму, в борта. В общем, просто отлично. Плюс вы еще подсвечиваете союзникам, и они тоже наносят дамаг, и вам за это дадут опыт. Также, если какой-нибудь совсем уж упортый враг на вас поедет, то союзники, конечно, начнут по нему стрелять, и, скорее всего, разберутся. Таким образом, вы находитесь тут в укрытии, в безопасности, и постоянно держите противников в напряжении, постоянно их дамажите, постоянно их подсвечиваете, что приносит очень много пользы, и, в общем-то, шансы на победу серьезно возрастают. Плюс вы еще не стоите, тут на этой карте, где часто бывает просто стояло, скучное, вы сразу же приехали, сразу же активные тут действия, сразу же адреналин, в общем, очень хорошо, и плюс еще и подамажить много, и шанс на победу будет высокий. Но, правда, стоит отметить, что тут нужно действовать очень грамотно, если вы будете тут совершать ошибки, то вас могут попросту убить. Можно даже взводом попробовать сюда приехать, например, из 54 или 62, и вытворить то же самое. В принципе, позиция очень хорошая, очень стоящая. Правда, я сюда еду в основном под конец боя, вот игрок решил вначале поехать. И на этом все, дорогие друзья, спасибо, что смотрели, надеюсь, данное видео вам понравилось, и теперь я решил 500 голды выплачивать человеку, который присылает самую оригинальную позицию. В этом выпуске выиграл приз человек с ником Семенов, и он получает 500 голды, спасибо ему, что он прислал такую отличную позицию, и присылайте тоже свои реплеи. Ссылочка в описании будет, куда присылать, и надеюсь, вы тоже выиграете голду. Спасибо, что смотрели. Удачи вам, друзья, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok